Летний лагерь дневного пребывания детства в Измайловской средней школе работает уже более 10 лет. Каждый год перед открытием лагеря проделывается большая работа для того, чтобы юным посетителям было интересно и познавательно проводить время. Начиная с этого года, лагерь историко-крывеческой направленности. Что это значит? Какие новые занятия теперь есть в лагере? И нравятся ли они детям? Узнаете из нашего следующего сюжета. Детство – действительно подходящее название для летнего школьного лагеря. Ведь именно здесь можно весело и беззаботно проводить каникулы, много гулять, общаться с друзьями и наслаждаться отдыхом. Для учащихся измайловской школы со 2 по 26 июня организована лагерная смена. Я каждый год хожу в лагерь. Мне очень нравится, потому что тут можно встретиться с друзьями, поиграть с ними, пообщаться с ними, посекретничать и так далее, найти себе новых друзей. Специальные образовательные программы, проведение праздников – все это для интересного досуга ребятни. Особенностью этого года стало новое направление в лагере – историко-крывеческое. Особое внимание уделено истории своего края, вообще истории Ленинского края непосредственно и ознакомлению детей с этой историей. Потому что сейчас хотим, чтобы больше внимания уделялось родным местам, потому что все дети в основном отсюда. Учителя проводят с воспитанниками лагеря и познавательные занятия. Посещая краеведческий музей, ребята изучают историю нашей страны. У нас в лагере бывают эти занятия, истории, они очень интересные. Мы узнаем о наших земляках Подмосковья, как все воевали. Мы тут видим разные вещи, очень старые. Бывает интересно. Мы разработали беседы, посвященные Великой Отечественной войне и о судьбах солдат этой войны. Беседы проходят регулярно, чтобы у них оставалась память и гордость за победу, за мужество и стойкость русского солдата. Несмотря на то, что лагерь детства имеет историко-краеведческую направленность, здесь большое внимание уделяется спорту. С ребятами проводятся различные занятия на свежем воздухе. Каждый ребенок выбирает то, что ему по душе. Чтобы дети оздоравливались, большинство спортивных занятий проводятся на свежем воздухе. Занимая школьников в подвижных играх, таких как перестрелка, выбивалы, пионербол, лапта, волейбол, футбол, бадминтон, их приучают любить спорт. Мне нравится играть в пионербол, играть с друзьями в шибалы, догонялки с ними играть и все такое прочее. Мне в лагере очень понравилось, и я пойду в следующий год. Исходя из разных возрастных групп и способностей отдыхающих, учителя помогают ребятам выбрать подходящую игру. Набрали детей от пяти и старше. Поэтому с ними немножко тяжеловато здесь приходится работать, потому что каждому ребенку надо индивидуально подходить. У нас вот такие вот дети маленькие бегают, поэтому им неинтересно там играть, такие уже игры взрослые. Они у нас прыгают со скакалочкой, занимаются, подтягиваются, висят на перекладинке, то есть индивидуально вот так мы с ними занимаемся. Программа детства всегда насыщенная, и каждый находит здесь нечто особенное для себя. В лагере я провожу время хорошо, нашла очень много друзей, кормят хорошо, на тихом часу все спим, в общем, все отлично. В числе любимых занятий мальчишек и девчонок – лепка и рисование. Каждый день в классе появляется очередная выставка юных талантов. Я в этом лагере первый год. Мне очень нравится еще раз видеться чуть дольше с подругами, а не то, что в классе. И тут очень классно, поделки всякие делаем и так далее. Каникулы в летнем лагере – это и помощь родителям, которые могут быть уверены, что их ребенок хорошо проводит время. Хорошая атмосфера и для детишек, и даже в помощь родителям, потому что я сама мамочка, и мой ребенок тоже ходит уже не первый раз, не первый год, скажем так, в лагерь, сюда. Мы очень довольны, потому что мы все работающие, надо куда-то деток деть. А здесь они под присмотром, кормят хорошо, я довольна. Масса приятных впечатлений, новых открытий, друзей. Вот что делает малышей по-настоящему счастливыми. Лариса Вольнова и я, дамя Елены Кошелева, Видное ТВ.